Сербская оппозиция штурмует здание городской администрации в Белграде. Пока в субботу вечером в странах Европы готовились встречать Рождество, в столице Сербии протестовали против итогов недавних выборов. По мнению оппозиции, их результаты были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Чтобы оттеснить демонстрантов, полиция применила сведоточивый газ. Они отказались пускать нас внутрь, после чего люди начали выламывать дверь, причем весьма активно. В какой-то момент дверь выломали, и ровно тогда появились подразделения полиции со счетами и в полном обмундировании для подавления беспорядков. За неделю до этого, 17 декабря, на досрочных парламентских и местных выборах победила правящая сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича. Оппозиция потребовала аннулировать итоги выборов и начала серию ежедневных протестных акций. Одна из них в итоге вылилась в беспорядки. Участники перекрыли центральную улицу Белграда и забросали камнями здание мэрии, где находится избирательная комиссия. Ранее в центре Белграда собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против результатов выборов. Шутки в сторону. Людям пора просыпаться. Даже тем, кто не ходил на выборы. Причем им в первую очередь, потому что таких 40%. Нельзя больше говорить, что тебя это не волнует, и тебя это не касается. Потому что еще как касается. Я понимаю, почему молодежь уезжает из страны. Потому что им страшно. У многих проблемы с психикой, причем серьезные. Мы все живем в состоянии страха и депрессии. У нас нет надежды на лучшее будущее. Так что я здесь и призываю всех молодых людей присоединиться, потому что так мы можем попытаться что-то изменить. Во время протестов президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным вращением к жителям страны. Он заявил, что спецслужбы других стран предупреждали официальный Белград о готовящихся протестах. Некоторые сербские политики и вовсе заговорили о том, что в стране готовится Майдан. Вучич заявляет, что выборы были честными, однако, по мнению международных наблюдателей, правящая партия Сербии получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, ненадлежащего влияния президента Вучича, а также нарушений во время голосования, таких, например, как подкуп избирателей.